Субтитры создавал DimaTorzok Освежает? Просыпает Что там на два раза и все? Хорошо, да? Сразу молодеешь на глазах Да Сразу упорснулся О, фурдон, да? Угу Сразу все опухлость лица Моментально снимает Кожу натягивает, как барабаны Получается, ты просто молодеешь О, хорошо Утро Солнца нету Полтная облачность Снег немножко напорошил Печка жарит Сейчас будем разогревать завтраки Кушать уже Может проверим сначала? Давай пока позавтракаем, что проверит А потом у нас времени мало будет Сейчас подумаем Сейчас проверим наши доночки Бырзут так нет Что загнутая, да? Нет Или течением предъявил Нет, нет ничего Пуста Вчера снегом приложили плотно Внутри, в принципе, не замерзли бы Наверное, там талые тоже были все Вот, прихватило маленько Ага В ручей бежит сам по себе Протока Ну или промоен еще, можно сказать Тихо, тихо О, поели что ли? Или ты так и насаживал? Да кто же насаживал? Да нет, ты проверил И что, как грязи, да? Угу Очень много Следующий попроверим Следующий это удочка нонная Никого-то нету Тоже все целое Тоже все целое? Тихо 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 Интересно, почему она так заскочила? Ну, что от ветра Отскочила Тихо 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 А hundred Как обычно Тихо 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 Да, Тихо 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 Поделtså Тихо Внечо Тихо Да Ladies Сюда А Муглюч Хочу бы на обед хватило наверно. Стол полный, а как обычно на утро бардак. Сейчас мы сходили с Эдиком, проверили все наши дуночки. В итоге попало еще три ерша и все, да? Больше никого. Три ерша попало, все за год, полный для желудка даже. Вот так вот. И все главное в каждом отдельном месте. В первом, где дуночки ставили, самое дальнее третье место наше. Потом посередине один попался и здесь один попался тоже. Посмотрим. Сверяков поменяли, так может утренний клев хариуса будет, сейчас выйдет. Еще если будет и попадет, конечно, никого нет. Сверяков поменяли. Сейчас надо позавтракать обязательно. Что-то по идее-то гуляши, да? Да. Гуляш или тушеная картошка. С мясом. Майонез это, конечно, яд, который есть и не рекомендуется, да? Ну куда без него? Я слышал, что если сам делаешь, то нормально. Там и просто самое. Это жир чистый. Но без него на рыбалке я его уже давно никуда. Да, на рыбалку охотно сверху. Тем более вот так вот сюда сночевкой. Сытный, питательный. Да. Сночевкой еще можно брать. Хлеб черный. Ну, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Сегодня же у нас 24 февраля. На улице едет около нуля. Снега упало примерно два сантиметра и все. Идешь на лыжах, он весь липнет просто и как на каблуках, да? Да. Вот столько примерно снега липнет под лыжами. Хойти уже невозможно. Сейчас позавтракаем, потом отнесем лишние вещи в машину. Тут невелико 500 метров. Долги пусть это все это время стоят. А потом уже не бегать. А потом будем проверять, конечно. Возможно еще другое место зацепим, порыбачим. Не, как ни крути, мне со стеклами вообще прикалывала эта печка. Надо заградывать постоянно, да? Да. Посмотрел? Лежишь, глаза отвел. Нормально еще. Только у нас где-то 12 брикетов-то ушло за ночь, да? Ну, с вечера. Да. Три осталось, там еще 3-4 приносили. Даже 13 ушло. Ну, еще до обеда хватит спокойно. По идее-то. Горох напитывает уже. Решили лишние вещи немножко разобрать и отнести машину, чтобы они пока не были. И теперь вот так. Все? Быстро, да? Получился? Чехол. Пол уже давно сняли. Пусть он ветрит, сохнет. Ну, кстати, он даже насквозь-то не промок, воду не пропускал, что удивительно. Из-под печки тоже материал высохнет. Сполоснули немножко и все. Ну, еще как-то грубо клюет. Прикормка, надеюсь, осталась. Так, перенесли палатку. Что, не проходит? Сейчас с этим компонент сходим, в машине вытащим лишние вещи, чтобы они не мешали. Которые больше не пригодятся. Что, кан уносим, да? Да. Расколушку, кстати, удобно очень. Вот этими лямками. На спину, как рюкзак одел и пошел. Расколушку заходи вместо рюкзака, а потом рюкзак вверх. Удобно. Спальник унести еще. Ладно, это мелочи. Бор. Мне кажется, она сверху будет села. Может быть, давай. Теперь мягкий, если. Потом останется, как печку, палатку унести. Ну и мелочь. Стол. Может быть, за раз, конечно, что не унести, но. Посмотрим. Что, пойдем? Сантиметров 10, примерно, до льда уже. Столько налипает снизу. Вот так вот. Что, Дарья Николаевич? Погнали дальше. Сейчас идем доночкой снимать. Полетели. А? Полетели дальше. Да. Я все выше и выше. Я уже лучше тебя надвигал устану. Стоп. Вот такая красотень здесь. Ветер хоть слабенький, хорошо. Никак вчера был бешеный ураган. Пуста. Петля на витке. Скидываем. Вот петля на леске у нас, которая идет. Так. Резиночка. Ищем крючок. Резинку снимаем. Накидываем петлю в другой донке на крючок. Опачки. И начинаем заматывать. И ничего не путается. Десять донок в итоге. На одной доске. Донки по три метра. Вот траву только сбивать надо сразу. Так. Трава опять же. Свинцовый груз на одну сторону висит. Щервяка убираем. Щервяк Дандробена очень крепкий. Не как дождевой. Тот очень мягкий. И все. Резиночку над крючок надеваем. Чтобы не слетело. И готово. Ничего не путается. И остальные так же снимаем. Ну все. Путешествие наше заканчивается. Сейчас будем сворачивать лагерь полностью. Лишнее уже унесли. Сейчас я могу перекусили. Чайку попили. Все снасти собрали. Ничего больше не было. Чайков пожеванных не было. И так далее. Сейчас будем все собирать. Пол высушили. Подстилку для печки тоже высушили. Отдельно положили. Ну все. Собираем палатку. Чуть-чуть. Потрясем место. Потрясем место. Потрясем место. Потрясем место. Пусть присыпаем. Внутри осложенная. Потрясно. Потрясно. Не только типовка, да? Ага. Все. Держи там с той стороны. Давай. Ай. Подожди. Крыша уже. Легко. Что там было? Что-то угол где-нибудь там. Вот. Убирается довольно-таки очень быстро. Да. Вот эти ремешки. Пошли где-то в коробу. Давай пока один. Порезем немного. Так. Полка не закинешь в палатку? Кого? Что? Отдельно в грязи кинесу. Отлично. Отлично. И все. Все крепко и надежно. Удобно, да? Вот это. А ее можно не как рюкзак? Думаю, можно будет. Длинная очень, видишь? Под землей будет царапать. Так как лямку взял, перекинул через печёвеси. В принципе, ищет у нас не так много. Может быть даже за раз унесем. Повертись. Нормально, легко, нет? Нормально. Как рюкзак. Смотрю, лямки что-то толстые. Это не для ручьев. Угу. Это все последнее. Как доктор прописал. Ага. Молня замерзла немножко льдом. Лишь снег забило. Ну и все еще. Водей замерзла. Стайп не портит. Не, нормально. Готово. Ну все, друзья. Наша двудневная рыбалочка подошла к концу. В итоге мы поймали всего четыре ярша и больше нифига. Рыба вообще не клевала ни на что. На удочке дождяного тачка не было. Только на донке не поклевали немножко. Движерлица у нас стояла на вершей всю ночь. Одна здесь, другая в том конце. Тоже ничего не было. Отпустили обратную мелочь. А что бывает и такое? Да у нас такое часто бывает здесь. Факторов много всяких. В юг Республики Коми такая рыбалка слабая. Что и с Хердиной Коми тоже. Там на севере конечно поинтереснее будет. Там рыбы побольше будут. А здесь вон давление влияет. Луна влияет. Все влияет. Ветер, погода. Все влияет. Резкая смена температуры тоже. Вчера вечер был ураганный. Сегодня он более-менее спокойно. Ну метров пять-шесть стоит где-то в секунду. Серьезный ветер. Да. Мы здесь с кабуями сидим. Берега высокие. Деревья держат ветер. А так по макушкам тоже гнет немного. А вчера даже здесь такие вихри ходили. Ничего палатку не сдуло. Все нормально стояло. Распорки не ставили. Веревочки не натягивали. Просто под своим весом. Пол постелили. В итоге за ночь немножко растаяло. Мы ушли в воду. Сантиметров наверное на пять. Ну и самое интересное. Пол даже не пропустил. Он не пропустил эту воду. Да. Держит. Да. Интересно. Ну видоповадка тоже из этой же ткани сделана. Все собрали, высушили. Сейчас приготовились. Время уже 12-й час дня. Рабачий больше смысла здесь не видим никакого. Поедем домой. Нам еще 500 метров все это барахло тащить. Один рейс уже сделали. Два часа назад примерно. Сейчас за раз все внесем. В принципе тут не так много. Все давайте тогда. Всем счастливо. До новых встреч. Счастливо всем. Еще поночуем не раз так. До новых встреч.